Друзья, и снова добрый вечер. У нас сегодня два эфира. Только что прошел эфир с кардиологом Мирой Капсметовной Тундбаевой. И прямо сейчас мы ждем в эфире Валерия Владимировича Синельникова, доктора, гомеопата, психотерапевта. Очень-очень ждем. Валерий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Как ваши дела, как настроение? Настроение великолепное. Да. Мы очень рады, что вы согласились, вообще все казахстанцы, кто сейчас в эфире вместе с нами, очень рады, потому что вас очень многие любят, многие читали ваши книги, я в том числе. Я знаю, что ваши книги вообще просто миллионным тиражом продаются. Ну да. Ну да, скромно сказал Валерий Владимирович. Валерий Владимирович, вот я посмотрела сегодня, вот готовилась к нашему интервью, полистала ваш инстаграм, посмотрела книги, да, вопросов, конечно, сейчас, друзья, я пока, можно отключу вопросы? И мы подключим вопросы чуть позже. Я назвала эфир «Как избавиться от страха», да, потому что вот в основном как бы мы все равно живем все время в стрессе, да, сейчас особенно на карантине. Вы же, вы сейчас где находитесь физически? Ну, дома. Дома? То есть где, в какой стране? В Симферополе. В Симферополе, да? В России. Вот в стрессе находишь, в карантине находишься как в стрессе, да, то есть вообще совершенно новый какой-то формат жизни. И, конечно, человека преследуют различные страхи, да, там, страх, что мы будем долго сидеть там на карантине, да, что страх там лишиться работы, лишиться бизнеса, дохода. Вообще, вот как избавиться от всех страхов, которые у нас сейчас есть? Ну да, Динар, правильно говорите, что когда человек попадает, ну, скажем, его вытаскивают из обычной среды, да, и из обычного ритма жизни, он попадает в такой немножко необычный для себя, да, ритм, а тем более, когда неизвестно, что его ждет в будущем, конечно, тогда возникают разные, там, тревоги, сомнения, беспокойства, ну, а некоторых достаточно сильный страх, потому что, ну, страх, к сожалению, вместо того, чтобы в средствах массовой информации давали информацию позитивную, да, и помогали бы людям преодолеть этот страх и объективно бы все, ну, как бы, освещали, наоборот, нагоняют, нагоняют страх такой, создают психоз своеобразный. Ну, и, конечно, люди, кто покрепче психика, они более-менее спокойно реагируют, а те, кто, ну, у кого, скажем, психика нестабильна, те, конечно, могут даже впадать, там, какие-то невротические состояния. Вот, что в этой ситуации вообще делать? Ну, прежде всего, как я вот и в своих книгах учу, у меня вот эта книжка вышла «Жизнь без страха», она так и называется, надо, прежде всего, принять ситуацию, то есть принять ее как, ну, данную свыше, что на самом деле вот то, что сейчас происходит, ну, вот оно, оно вот такое, какое оно есть, оно не плохое, не хорошее. И если мы примем эту ситуацию, нам, ну, мы сможем сделать следующий шаг, вот, в избавлении от страха. Пока мы не приняли ситуацию, пока мы, ну, скажем, живем в этой тревоге, вот в этом беспокойстве, мы, ну, все время будем, как в замкнутом круге, да, как, ну, все это, как просматривать, проговаривать про себя. Страхи могут быть навязчивые, то есть когда, ну, я думаю, у людей и многих были такие страхи, когда ты все время думаешь вот о том, что тебя волнует. Вот, и здесь очень важно овладеть этим страхом, овладеть своими чувствами и вот, прежде всего, принять. Принять, что то, что сейчас происходит, ну, вот так оно происходит. Как в 41-м году, ну, вот была же Великая Отечественная война. И можно было, конечно, ну, понятно, людям было страшно, понятно, что было страшно, но они овладели этим страхом, направили этот страх, вот эту энергию на борьбу, скажем так, с врагом, да, на победу. И тогда люди смогли это легче все пережить. Вот здесь, как бы, тут враг не виден, да, вот, то есть, ну, вирус, мы его не видим, непонятно вообще, есть он или нет, вроде бы есть, да, но кто-то говорит, что это обычный вирус, таких коронавирусов, на самом деле, в природе очень много, и, как специалисты пишут, вирусологи, что уже, оказывается, он с 2015 года существует, и уже больше половины населения уже давно переболело, уже есть иммунитет. Ну, видно, кому-то нужна вот эта паника и вот этот психоз. Вот, поэтому нужно как понимать, что, да, вот пришла такая, как говорят, беда, да, вот такая ситуация, что с этим делать, да, дальше? Что я могу в этой ситуации оптимально сделать вообще для себя, для своих близких? Ну, прежде всего, направить свою энергию на какую-то деятельность. Да, это бы идеально вообще. Да, то есть, да, нас ограничили там, не пускают на работу, например, да? Да. Вот у нас должен был семинар состояться, там, кстати, из Казахстана люди записывались, несколько человек, но не смогли приехать, да? Вот, и мы, естественно, его перенесли на летнее время. Но я посмотрел, у меня аж столько в доме дел, которые нужно переделать. Да, там, кладовочку разобрать, на книжной полке порядочек навести, вот, там, с бумагами разобраться, книги недописанные лежат, вот. Вот, ну, и над собой надо, опять же, поработать, медитации больше времени уделить близким. Дочка из Владивостока приехала, вот, собрали себе семью, это же здорово, вот. То есть, увидеть позитив и плюсы, да, вот в ситуации, в которые ты попал. Да, я же вот к этому и подвожу, что на самом деле, и вот у меня книга называется, есть такая книга «Прививка от стресса» или «Психоэнергетическое акидо». И я там даю вот эту методику, вот этого «Психоэнергетического акидо». То есть, когда ты, ну, в любой ситуации, ты не поддаешься панике и страху, а ты, как бы, берешь на себя ответственность. То есть, чем я создал эту ситуацию? Ну, тут, наверное, скорее задавать вопрос, чем все люди создали эту ситуацию? Потому что, ну, ситуация там с этим коронавирусом, она касается всех, без исключения, уже на всем, на всем земном шаре, да? Ну, может быть, за исключение там, кто на небе... Кстати, Валерий Владимирович, вы же говорите, что Бог разговаривает с нами через жизненные ситуации. Если события приятные, значит, все окей, ты живешь правильно. Если неприятные, то, значит, ты заслужил, да, эту ситуацию? Значит, да, ты чем-то ее создал, вот, а мы можем сказать, что мы все вместе ее создали чем-то. И я, скажем, медитировал над этим, да, думал, чем мы создали эту ситуацию. Мне пришло очень много ответов, вот, очень много. То есть, мы, ну, это наше отношение вообще к жизни в целом. То есть, у многих людей, ну, я как специалист это могу сказать, что у многих людей есть вообще нежелание жить в этом мире. Вот, оно выражается, ну, элементарно, в курении, например, в алкоголизме, в игромании, в том, что люди, ну, скажем, употребляют какие-то там продукты, которые их, ну, скажем, убивают, да, или делают им хуже. Вот, то есть, это, на самом деле, у очень многих людей есть такое поведение, есть такое состояние. Плюс люди перестали, то есть, они как бы стали больше вот энергии направлять в материальную плоскость. То есть, надо заработать денег, да, нужно материальные блага получить, и тогда все будет хорошо, я буду счастлив. И люди забывают о своей, ну, как скажем, истинной сути, истинной природе, как духовного существа. Вот, и очень мало людей уделяют внимания именно развитию своей духовной сути. Я вот недавно проводил вебинар, и спрашиваю, кто, значит, уделяет время, вот, ну, скажем, молитве или медитации каждый день? Единицы. А нужно, ну, хотя бы 15 минут в день, хотя бы 15 минут, ведь это же немного. Ну, встань ты пораньше, пока все спят, да? А как? Варил Владимирович, можете научить нас медитировать? Потому что многие думают, что медитация – это вот молитва, да? Многие думают, медитация, там, это йога, то есть, ты там ушел в какое-то состояние. Что такое медитация и как дарим ее делать? Медитация от молитвы немножко отличается. Молитва, она может быть, как, ну, скажем, ступенька на пути к медитации. То есть, когда человек молится, неважно, в какой традиции, то есть, я принимаю все традиции, вот, уважаю все традиции религиозные. Вот, когда человек, он молится, он концентрирует свое внимание на, допустим, образе или имени Бога. Вот, это дает ему определенное состояние ума, концентрация. А любая медитация начинается с концентрации. То есть, без концентрации медитация не получится. Вот, ну, мы вот, допустим, обучаем у себя на семинарах основам медитации, да, как прийти к этому, потому что это очень важно. Потому что медитация дает человеку, открывает у него безграничные возможности. Вот, просто безграничные возможности. Это не значит, нужно, у некоторых такое представление ложное, что когда человек начинает медитировать, он, как бы, уходит от этого мира, становится, как бы, безучастным к нему и так далее. Нет, это не так. Это, вот, ложное такое убеждение. На самом деле, когда человек... Вы сказали, что концентрация, то есть, это на чем нужно сконцентрироваться во время медитации? Ну, например, можно сконцентрироваться на имени Бога, да, можно сконцентрироваться на образе Бога, можно сконцентрироваться элементарно, просто на дыхании, на своем дыхании. Можно сконцентрироваться в ажночакре, да, то есть, в центре головы или проекция ажночакры, это вот третий глаз. Главное, чтобы была прямая спинка, кончик языка прижат к верхнему нюбу. Мы, кстати, можем даже сейчас сделать такую... Давайте, давайте прямо сейчас сделаем. Небольшую практику. Как раз она способствует укреплению иммунитета. Так что всем будет полезно. А потом я еще о коронавирусе интересные вещи расскажу, как стать невидимым для него. Мы готовы. Да. Значит, садимся ровно. Ровно. Да, садимся ровненько. Кончик языка прижимаем к верхнему нюбу. И так вот как бы сверху вниз от макушки головы сканируем свое тело мысленно. При этом расслабляем все мышцы. Расслабляем мышцы лица, плечевого пояса, руки, ноги. То есть, должно быть такое приятное состояние такого расслабления. Переводим внимание на дыхание. и спокойно дышим. При этом созерцаем бесформенный поток воздуха и ощущаем легкую прохладу на вдохе и легкое ощущение тепла на выдохе. В кончике носа, в ноздрях, под носом. И какое-то время наблюдаем, созерцаем наше дыхание. Дыхание становится спокойным, плавным. И теперь постепенно переводим внимание в центр головы. Важно чакру. Это центр сознания человека. Центр познания. И созерцаем в центре головы свет сознания. И этот свет сознания распространяется постепенно по всему нашему телу. освещает каждую клеточку нашего тела. Мы просто наблюдаем, созерцаем, как это происходит. И этот свет знания, свет сознания, свет истины освещает все наши мысли, эмоции, чувства, выявляя какие-то напряжения в нашей жизни, в делах, в отношениях. И под воздействием этого света знания к нам может прийти осознание и понимание, как решить эти проблемы. приходит интуитивное понимание сути проблем и их решения. и мы продолжаем концентрировать свое внимание. сосредоточимое внимание в нашей чакре и наблюдаем, как свет, истинный свет сознания, божественного знания освещает нашу жизнь, все сферы нашей жизни, нашу деятельность, отношения, нашу физическую оболочку. наполняемся этим светом. можно увидеть, почувствовать, как все тело начинает сиять. Такое классное состояние. Да, это может быть состояние ясности, даже такой пустоты, прозрачности. Так можно вообще оказаться в любой точке мира, да? Ну, это уже дальше продвинутые техники. И сейчас мы благодарим свет истины, свет сознания, сохраняем вот это состояние таких высоких вибраций. Какой кайф! и постепенно осознаем окружающее пространство, себя в этом пространстве. Вот. своим сиянием исцеляем за своих близких весь мир. Всем желаем счастья. и открываем постепенно мягко глаза. Спасибо большое! Такая классная медитация! Ну, вот почему я говорю, что это укрепляет иммунитет? Дело в том, что вирусы, ну и вообще микроорганизмы, они имеют очень низкую вибрацию. Ну, как утверждают, что некоторые ученые, что где-то около двух герц, ну, в этих пределах. А когда человек испытывает, например, страх, то вибрации выпускаются тоже до двух герц, даже ниже. И поэтому, ну, страх, а пилитолема... получается? Да, и получается, что по закону резонанса, по закону резонанса, то есть, они близко, да? Человек начинает притягивать в себе вот эти вот вирусы, бактерии и так далее. Вот. Для того, чтобы стать невидимым для вируса, нужно поднимать вибрации. И вот такая практика, ну, это как одна из практик, это вот концентрация, да, на чакре, медитация. Ну, мы сегодня сделали ее короткой, на самом деле, ну, можно ее делать дольше. Вот. Вообще, когда человек может концентрировать внимание в течение 12 минут непрерывно, потому что ум обычно отвлекается куда-то. когда 12 минут ты можешь концентрировать внимание, тогда случается медитация. То есть, медитация – это поток, единый поток сознания. И когда ты этот поток направляешь, ну, скажем, на какую-то проблему или на какого-то человека, тебе приходит просто интуитивно знание об этом. Вот. Даже без слов. Ты просто знаешь, как бы видишь и понимаешь. Вот. Кстати, многие святые люди, они были в этих состояниях, да? Почему? Потому что они как раз через молитву, они концентрировались и входили в состояние медитации. То есть, состояние вот это, которое вот Серафим Саровский, например, он написывал как снисхождение Духа Святого. То есть, когда, а в йоге это называется состояние самадхи. То есть, а сколько раз в день лучше медитировать? Или вот одного раза достаточно? Ну, для начала, для начала достаточно хотя бы 15 минут в день. 15-20 минут. Ну, желательно в одно время, желательно с утра. Когда человек потом войдет во вкус, ему захочется уже вечером помедитировать. Это здорово. То есть, когда человек регулярно выполняет какую-то практику, обязательно будут результаты. Обязательно. Эти результаты, но у каждого они по-разному проявляются. Например, был такой мастер медитации, Швичин Мой, он, ну, сам индус, жил в Америке, и он был легкоатлетом, тяжелоатлетом, то есть, он установил мировой рекорд, одной рукой поднял три тонны. Одной рукой. Это зафиксировано и неоднократно. Как это еще возможно? Он играл на 150 музыкальных инструментах, значит, он рисовал, он писал стихи, он каждый год организовал марафоны мира. И при этом, вот, он, ну, обычно насквое представление, что сидит человек там, да, ушел в себя и ничто его не волнует. Он именно благодаря вот медитациям получил доступ к своим вот, ну, скажем, возможностям, возможностям, которые у каждого человека есть. Вот, я привожу пример всегда, вот, взять там телефон, да, смартфон. Там у него столько приложений, да, много. А мы, допустим, представьте, что человек пользуется всего одним приложением, а всеми остальными нет. Но чаще всего человек так и пользуется всего одним приложением, да, в своей жизни? Ну, три максимума, да. А получается, что мы и в жизни так же, мы, как бы, я же говорю, в основном развиваемся вот этой материальной плоскости, вот, и забываем о том, какая вообще огромная сила, потенциал есть в каждом из нас, в каждом человеке. Вот, и важно его открыть, этот потенциал. Валерий Владимирович, а как стать хозяином своих мыслей? Потому что даже во время медитации все равно приходят в голову какие-то мысли, которые хочешь, знаете, вот как контролировать, да, свои мыслепоток. Да, это нормальный, нормальный процесс, потому что ум, он, ну, скажем, очень такой подвижный, вот, и для ума, чтобы, ну, сидеть, как бы, концентрироваться на чем-то одном, это очень трудно. Вот, и поэтому, конечно, есть три препятствия к медитации. Есть первое препятствие, это когда ум беспокоен, и как обезьяна, вот он постоянно куда-то скачет, да, то есть от одной мысли к другой, да, второе препятствие, это когда человек впадает в сон, ты там так сидит, сидит, а потом так пух. Я тоже сейчас думала, а если я засну во время медитации? Ну, я, я вел, поэтому не заснули бы, но более недолго это было. Ну, и третье препятствие, когда ум начинает человеку показывать разные фантастические прекрасные картины, все, и человек думает, ну, вот я уже медитирую. На самом деле, это не медитация, это просто фантазия. Вот, так что вот эти три препятствия есть. Ну, на самом деле, ум нужно как? Научиться им управлять. Чтобы управлять умом, нужно укрепить свой разум. Потому что ум и разум это немножко, ну, не немножко, это разные оболочки. То есть, ум основывается на том, что я хочу или не хочу. То есть, допустим, что мне приятно, у меня есть влечение к этому. То, что неприятно, я, наоборот, стараюсь с этим не иметь дела, да? То есть, такое влечение и отвращение. Вот два состояния ума. А разум исходит из здравого смысла. То есть, например, действительно ли это тебе нужно или нет? То есть, человек задается вопросом, так, вот это сделать, а зачем оно тебе? Для чего? Вот людям нужно научиться задавать вот этот магический вопрос, для чего? Для чего? Что-то делаю, для чего? Так? Что-то, ну, появилась какая-то проблема, для чего она мне появилась? Именно для чего? Не из-за чего, а для чего? Вот. И тогда мы начнем видеть вот эти позитивные, да, смыслы в той или иной проблеме, которая возникает в нашей жизни. И таким образом мы, ну, сможем обладеть нашим умом. Потому что, когда мы говорим, ставим цель конкретную нашему уму, он подчиняется и идет туда. Ну, как, у меня такой образ есть хороший ум и разум, да, это как хозяин и собака. То есть, если собака не дрессированная, она хозяина тащит там в кусты, там, куда угодно. Чего куда-то, да. Вот. А когда дрессированная, она ходит рядышком, если ей что-то хочется, она без команды хозяина этого не сделает. То есть, нужно просто вот так отключиться и сказать, все, я медитирую, все мысли вон, да, из моей головы. Ну, да, желательно. Ну, кстати, помогает дыхание пранаяма, она помогает, концентрация, есть, релаксация существует. Ну, вообще у нас есть такой проект в нашей школе, называется Здравые люди. Это такой утренний, йога интенсив. Вот. Ну, в принципе, его можно в любое время делать, но желательно с утра. А во сколько вы собираетесь? Ну, там как, мы его, в зависимости от того, когда человек может, он просто получает доступ и занимается, когда ему, ну, когда есть возможность. И тем более, я сейчас на карантине, ну, это прекрасная возможность. У нас там как раз и молитва, и приветствие солнца, и практика физическая, энергетическая, и дыхание, пранаяма, и релаксация, и концентрация, медитация, и потом еще и духовные чтения. То есть, такой вот комплекс, человек получает такой заряд на весь день. Это круто. Да, такой вот у нас проект есть. Да. Валерий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот правда, что все события в жизни мы сами притягиваем, да, то есть, что абсолютно все в нашей жизни зависит от наших мыслей? Ну, скажем так, мы не исключаем влияние окружающего мира на нас, ни в коем случае. Потому что, ну, как взять эту ситуацию с тем же коронавирусом, да, с тем, что сейчас в мире. То есть, понятно, что это как бы работает коллективный разум. Так? Но, что касается, допустим, меня лично, да, безусловно, я сам создаю эти события, ситуации своими мыслями. Просто люди мало знают вообще о силе наших мыслей и намерений. Вот. Они думают, что все, что происходит, это все случайно происходит. На самом деле, все случайности, как говорят, это подсознательные закономерности. Вот. Просто нужно включить, опять же, разум и задаться вопросом, да, а чем, чем я создал ситуацию, для чего создал ее, как вести себя по-другому. Ну, для этого нужно, первый шаг всегда, нужно взять на себя ответственность. А как заменить, вот если, например, ну, вот вы говорите, что любая ситуация непредвиденная, да, то есть это следствие твоих там мыслей, да, то есть вот если есть какие-то отрицательные установки, негативные, да, страх, например, там оказаться, ну, я не знаю, там, заболеть коронавирусом, да, например, то есть страшно, ну, вы рассказали, да, что вибрации, чем уровень выше вибрации, то есть, тем меньше у тебя рисков. Но вот если есть какие-то отрицательные установки, там, человек боится, там, я не знаю, умереть, там, я не знаю, там, ну, что на него кто-нибудь нападет, например, да, то есть у него есть такая установка, и каждый раз, когда он остается один, ему страшно, вот как от этого избавиться? Да, значит, значит, он притягивает, притягивает в свою жизнь такие ситуации, то есть у него, ну, я так скажу, что есть такие программы подсознательные, я так называю программы, которые могут создать вот эту ситуацию, человек ее, как бы, ну, так образно говоря, предвидит, и начинает ее бояться, поэтому нужно задать себе вопрос, а чем я могу создать такую ситуацию? Какими своими мыслями, эмоциями, поступками, поведением? И самое главное, потом второй вопрос, а для чего мне эта ситуация, то есть чему она меня может научить? Все наши события, ну, которые, как мы говорим, неприятные, да, это все уроки, уроки жизни, которые мы проходим. Соответственно, мы пришли в этот мир учиться, то есть не только наслаждаться, но и учиться, в первую очередь учиться. Поэтому наша задача научиться задавать себе этот вопрос, какой урок я должен извлечь из этой ситуации, из этого события? Именно позитивный урок, не негативный, например, там девушка обожглась с парнем, да, вот, и говорит, ну все, все, и больше ни с кем не встречается. Да, ну, это же неправильно. Вот, поэтому нужно именно вот задаться вопросом, какие позитивные, важные уроки я должен извлечь? То есть, чему меня жизнь сейчас учит? Когда он так относится к ситуации, тогда страхи уходят. Все, он понимает, что, ну, в принципе, ну да, ну, произойдет это, но я вот научусь этому здорово. Но если я уже готов этому сейчас научиться, вопрос, а нужна ли мне потом будет эта ситуация? Уже не нужна. То есть, когда ты извлекаешь уроки из того, чего ты боишься, то, в принципе, это в твоей жизни уже и не случится, да? Оно уже не нужно. Оно уже не нужно. А как исцелить разбитую душу? Вот есть люди, у которых все плохо, уже сложены крылья, ничего не хочется, человек живет, просто существует. Вот, это уже такие ситуации. Тут, наверное, нужна посторонняя уже помощь специалиста, скорее всего. Если, как вот вы ее описали, что уже все, состояние уныния или депрессии, да, тогда, ну, нужна помощь обязательно. Но вообще, конечно, человек может и попробовать и сам справиться. То есть, нужно просто понять, что, ну, вообще задаться вопросом, вообще, для чего я живу? То есть, цель моего вообще существования. Для чего? И вот этим, с этим вопросом, то есть, как бы медитировать на этот вопрос. Кто я и для чего я? То есть, для чего я пришел в этот мир? и постепенно откроется, откроется понимание и как осознание того, что ты действительно частичка этого большого мира, как клеточка единого организма, у тебя в этой жизни есть свое предназначение. предназначение, да? Да. И ты, соответственно, осознать должен это свое предназначение. Если ты его осознаешь, или, по крайней мере, будешь стремиться к этому осознать, тебе обязательно придет ответ, придет подсказка. И дальше будут события жизни складываться таким образом, что они тебя выведут вот на это твое предназначение. Это уже проверено, ну, тысячи случаев, вот, как это происходит. Вы, кстати, в своей книге говорите, что если человек заболевает, значит, он идет не своим путем. То есть, это значит, остановись, да? Как правило, да. То есть, ну, так, не своим путем, это уже, конечно, скажем, обобщенный такой, да, вариант. Тут можно сказать, что человек остановился в своем развитии. Вот так. А, вот так, да? Да. Человек остановился в своем развитии. Соответственно, ему нужно определить, для чего он пришел и двигаться вот в этом направлении, то есть, развивать свои возможности и способности. То есть, если человек не развивается, он заболевает? Ну, человек заболевает от того, что он накапливает в себе определенные мысли, эмоции, чувства, те же самые страхи, обиды, раздражение, злость, там, ненависть и так далее. Вот. И возникает, ну, я привожу такой пример, что, вот, произошла какая-то ситуация в жизни, да, неприятная. В том там теле ума или в подсознании остался отпечаток этого события. это событие влияет на нашу физическую оболочку. Ну, на энергетическую, на физическую, то есть, вырабатываются определенные вещества, то есть, определенные химические реакции, выделяются там гормоны, там, медиаторы нервной системы, ну, и так далее, и так далее. И теперь представьте, что если человек, он находится, ну, постоянно в этой, ну, в этой, как бы, стрессовой, как мы говорим, ситуации, да, или он с этими обидами он носится постоянно и прокручивая. Соответственно, его организм все время будет в этом состоянии. И тогда возникает болезнь. И чтобы избавиться от болезни, нужно человеку найти вот эту вот, эту историю свою, да, в своем прошлом. На самом деле, ничего сложного нет, ты просто вспомни, когда у тебя появилась болезнь, и вспомни, что, что предшествовало, да, какие события, какой там стресс перенес, да, вот, и иди туда, и пересмотри все, все вот эти, отрезок этой своей жизни, с новыми мыслями, чувствами, чувством благодарности, любви, радости, прощения. И тогда, как будто это, ну, получится такое, как размагничивание, да, вот этого старого условного рефлекса, связанного с неприятной ситуацией. И формируется, нужно сформировать новые светлые образы, и туда направить просто свою энергию. вот, и все, болезни, ну, как вот, люди живут. То есть, болезни это обида? Ну, не только обида, не только обида, это страхи, в общем, очень много негативных эмоций, да, мысли, эмоции, переживаний, вот это все может стать основой для болезни. То есть, я, кстати, заметила, позитивные люди, они меньше всего болеют, такие, знаете, не загруженные, у них все хорошо, то есть, они как-то не сильно заморачиваются, то есть, у них, и поэтому и организм здоровее, да, иммунитет сильнее. Ну, это да, да. Ну, это, конечно, вот, таких людей мало, к сожалению. А как получить силу рода своего? То есть, вот у меня, например, такой достаточно сильный род, и вот мой дед, прадед, да, Сачан, чье имя, вот фамилию, да, я нашел, он был очень таким деятельным человеком, у него такая большая семья, всех детей поставил на ноги, и вот мне кажется, что вот я в какой-то степени, вот на его, так сказать, родовой силе держусь, да, вот как мне еще дополнительно получить эту силу? Ну, мне вообще, что нравится у казаков, они вообще к роду своему относятся с большим почтением и уважением. Да. И считается, что ты, если, как там, шажере называется, да? Шажере, да, генеалогическое древо. Древо, да, если ты не знаешь там до седьмого калина, ты не казах, все. Да. Поэтому вот это мне нравится, действительно, у казаков-то есть, это здорово. Спасибо. Потому что на самом деле сила, она действительно идет вот из, ну, как из рода, да, она, сила эта идет, то есть такой вектор, да, вектор силы. Наши же предки, они дали, дали нам энергию, дали нам жизненную энергию, чтобы мы пришли в этот мир. И мы, как бы, действительно, в какой-то мере держимся на этой силе энергии. И для того, чтобы ее, ну, как, не растерять и, наоборот, увеличить, для этого, ну, есть разные, скажем, есть обряды, например, да, почитания своих предков. Вот, можно, например, ну, там есть же определенные дни, когда почитаются предки. Да, у нас по пятницам. Да, у многих народов это есть, это очень важно. То есть, когда предке можно приготовить еду, да, такую вот обрядовую, кормишь этой едой, то есть предлагающим, благодаришь обязательно за жизнь, да, за то, что вот вы дали мне жизнь, потому что благодаря вот именно вашей энергии я сейчас живу, я могу развиваться, я могу творить, да, я могу учиться, вот, и дарить другим свою жизненную силу и энергию. Вот, и если есть какие-то проблемы с родителями, вот их обязательно нужно решать. Это в первую очередь. Потому что, но ближе всего к нам, как со стороны рода, это наши родители, соответственно, нам нужно почитать, уважать, оценить своих родителей. И это, ну скажем, ну это нужно, это чтобы нужно, чтобы было твоим просто состоянием. То есть, нужно обязательно родителей благодарить. Вот, как бы они себя там не вели. То есть, ну родители это святое. Поэтому, нужно кланяться им обязательно. Вот, обязательно поклон. То есть, родители увидели, обязательно поклон. Вот, обязательно благодарность, что, как здорово, что вы у меня есть, да, почитание родителям. Вот это все, как бы, когда мы даем родителям вот эту энергию благодарности и вообще всему роду, оттуда к нам идет еще больше любви, благодарности и силы. Почему? Потому что наши предки хотят, чтобы мы процветали, чтобы у нас все было прекрасно. Вот, и соответственно, когда мы туда отдаем вот эту энергию благодарности, и к нам приходит еще больше силы. Поэтому, вот это вот, в первую очередь, нужно восстановить отношения с родителями. Если у кого-то есть какие-то проблемы с родителями, то в первую очередь... А если вот у человека, допустим, ну кто-то из родителей умер, да, а он не успел там восстановить отношения, что ему делать? Ну, если у родителей уже живых нет, ну, можно брать фотографии, да, проводить те же самые вот такие обряды кормления предков перед фотографиями и опять же благодарить, благодарить, там, просить прощения, благодарить, желать счастья их душам, вот, и обустраивать свою жизнь, то есть делать свой род процветающим. Вот, потому что ты, ты же как бы, ну, вот у меня вышла книга такая, вот, исцеление рода, называется, вот, и здесь вот есть такая вот картинка, вот она, птица такая рода, то есть когда вот, вот здесь вот, как бы в голове, да, это мы, ныне живущие, а там у нас там вот 128, ну, если до 7-го колена, 128 предков, да, и получается, что мы сейчас, от того, как мы сейчас будем жить, как мы будем себя вести, будем ли мы настроены вообще на жизнь, да, на благополучие, на просветание, на развитие, зависит от того, как, как наши предки будут себя чувствовать, потому что на тонком плане они все равно с нами, даже если нет живых, их души все равно, они в этой структуре родового древа, они все равно остаются, навсегда, вот, и самое, как бы, для них радостное и приятное, то есть, когда мы здоровы, счастливы, когда мы живем в гармонии, когда у нас крепкие, дружные семьи, когда мы ведем здоровый, трезвый образ жизни, да, то есть, вот, на это нужно направить свою силу и энергии, тогда предки всегда это поддержат, всегда. А вот когда предки приходят во сне, вот у меня бабушка моя, она очень, ну, там, два раза где-то в год приходит ко мне во сне, это что значит? Ну, это значит, что, может быть, она может что-то хочет сообщить вам, может, вам хочет передать какую-то свою силу, вот, а может быть. Для меня это тоже всегда знак, то есть, если она мне приснилась, я начинаю сразу звонить дедушке, спрашивать, что произошло, ну, то есть, я понимаю, что она не просто так приходит, я вот верю тоже в то, что, аруахтар у нас говорят, казахи, то есть, духи, то есть, наших предков, они все равно с нами где-то на связи, да, можно опять же помянуть, помянуть их, да, еще хорошая есть практика в отношении укрепления рода, нужно сажать деревья в честь своих предков, о, классно, да, это классная идея, и ты посадил дерево, и ты за ним ухаживаешь пока, ну, какое-то время, пока оно приживется, да, вот, и потом это дерево, вот оно, ну, скажем, там, дарит всем, да, там, плоды, да, или тень, вот, кислород, да, то есть, тем самым, мы, как бы, если была какая-то негативная карма в роду, мы вот эту негативную карму, мы ее отрабатываем. А вот что касается кармы, то есть, иногда человек живет, живет, все вроде бы нормально, а потом неудача за неудачей, неудача за неудачей, он начинает говорить, это карма, то есть, что происходит в человеке, чем он, что он может такого плохого сделать, что в какой-то момент все идет наперекосяк? Ну, нужно разбираться, то есть, опять же, брать на себя ответственность, да, не переваливаться на карму, вот, брать на себя ответственность и задаваться вопросом, а где я там накосячил вообще в своей жизни, то есть, где я там что-нибудь так сделал, то есть, может быть, я где-то там украл что-то, да, у кого-то, может, кому-то долг не вернул, вот, может быть, кого-то оскорбил, вот, может быть, еще что-то сделал, это все называется семена негативной кармы, то есть, я их где-то посеял, а сейчас они взошли и дали свои всходы, и плоды принесли, вот, соответственно, нужно это, как бы, ну, осознать, понять, вырвать эти ростки, вот эти, этой негативной кармы, да, через прощение, покаяние, вот, и нужно делать добрые дела, то есть, причем бескорыстно, делать добрые дела для окружающего мира, то есть, тем самым, ты будешь сеять семена, ну, кармы позитивной, да, при этом, как-то, перестрадаешь вот эту негативную, делаешь для себя выводы правильные, твоя жизнь изменится, и дальше будет уже все, как прекрасно и святое. Ну, Валерий Владимирович, мы все-таки все люди, да, мы не идеальны, все равно мы где-то косячим, да, то есть, мы иногда совершаем, ну, какие-то грехи, мы неосознанно, где-то, ну, нечаянно что-то там не так сказал, оскорбил, я не знаю, там, ну, мало ли там, долг человек не вернул, да, ну, вот, если вот произошло какое-то неприятное событие, ты его признаешь, но не хочешь, чтобы завтра это потом семя возросло в огромное дерево, стукнуло тебе по голове, да, что делать? Ну, в этом случае нужно признать, прежде всего признать, что ты поступил неправильно, вот, то есть, должно быть раскаяние, да, то есть, паяние или раскаяние, и, ну, есть такое понятие искупление, да, вот, то есть, нужно подумать, а теперь как я могу вообще, ну, как бы выйти за то, что, если там долг, ну, значит, надо идти отдать долг, например, вот, если это, ну, где-то я кого-то там оскорбил, попросить прощения, вот, прийти сказать, что, ты знаешь, прости меня, я вот не подумал, там, сказал сгоряча, вот, давай дружить. Но гордыня, очень многим мешает гордыня, вот у меня сегодня была ситуация, меня оскорбили вчера, еще прилюдно, я... Неужели, неужели, Динара, у вас такое бывает? Бывает, представляете, но меня оскорбили, и я, честно говоря, поддалась вот этому негативу, и потом, конечно, сегодня пожалела, что я тоже написала там пост и прочее, потому что я тоже попала в эту какую-то негативную волну, да, но на самом деле человеку очень часто сложно вот попросить прощения, потому что есть гордыня. Вот у нас казахи говорят кукрек, да, вот как избавиться от этого ужасного чувства, или, я не знаю, порока, да? Да, на самом деле гордыня это, ну, скажем, вторая причина вообще всех страданий, страданий людей. То есть первая причина это невидение, вот, или невежество, то есть непонимание своей истинной сути, да, а вот это непонимание своей истинной сути порождает гордыню. Ну, или на соскрытии называется асмита, то есть именно состояние, что вот, да, состояние я, не просто я, да, именно ложного я, что вот я начинаю себя противопоставлять всему миру. И избавиться от этого, ну, можно только путем развития в себе бескорыстной любви. Вот только так, по-другому никак. Потому что это такое чувство пагубное, которое, ну, знаете, такой образ у нас есть. Пагубит. Да, змей гордыныч, да, о 30 головах. Вот, и вот эти головы, это обида, там, зависть, жадность, злость, там, агрессия и прочее, прочее. Можно, конечно, головы по одной рубить, а можно и сразу, сразу все, да, но это, конечно, трудно бывает. Поэтому, я знаю, что у вас есть онлайн-школа, я хочу записаться теперь. Во-первых, научиться медитировать, во-вторых, избавиться от пороков, которые даже у меня есть, я тоже хочу от них избавиться. Валерий Владимирович, вот вы говорите, что жадность и обиды могут привести человека к болезни, да, вот, все равно, мы люди, и мы, ну, иногда все равно, да, сталкиваемся, вот, вроде бы, ты там в себе можешь, вот, как развивать, да, вот эти вот правильные, скажем себе, как это правильно сказать, то есть там, щедрость, да, то есть позитивное мышление, то есть доброту, вот как вот эти состояния, эмоции, или как это правильно сказать, чувства, да, чтобы они у тебя, вот, преобладали в твоей жизни? Ну, чтобы они преобладали, для этого нужно их проявлять, хотя бы начать это делать иногда, хотя бы, знаете, как вообще процесс происходит, трансформация, сначала человек просто замечает, например, что он проявляет жадность, да, ну, например, возьмем самое простое, жадность к еде, да, вот он пришел, начал есть, то есть он голодный, начал есть, и, ну, внутри уже тело, ему говорит, все, хватит, нет, надо еще, еще, но потом встает, ему тяжело, да, потом он мучается, вот, там, лишний вес появляется, кстати, большинство болезней, это болезни накопления, то есть, именно, одна из причин, именно жадность, поэтому, от жадности нужно действительно избавляться, и поэтому человек, он сначала видит это, сначала обращает на это внимание, думает, да, вот сегодня я что-то перебрал, вот, съел лишнего, на следующий так, надо будет завтра меньше съесть, да, приходит завтра, он начинает есть, вдруг говорит, так, я же обещал себе вчера, что сегодня съем поменьше, давай-ка действительно съем поменьше, съел поменьше, да, потом еще, то есть, постепенно человек, вот так вот осознанно, да, начинает себя контролировать, вот, и так с каждыми эмоциями, там, гнев, например, проявил, там, накричал на близких, скажи, а что я кричу на близких-то, может, давай попробуем как-то по-другому общаться, может, это возможно, вот, и таким образом человек постепенно, да, шаг за шагом, да, сначала он понимает, что он это делает, он же... То есть, сначала признать, что ты имеешь такой грешок, и потом по типончику от него избавляться, да, и постепенно, постепенно, то есть, ты приходишь к тому, что, да, на самом деле, можно по-другому вообще себя вести, да, можно чувствовать состояние глубокого удовлетворения, да, и тогда не нужно будет, ну, ни за что цепляться, да, ни за какие-то материальные блага и прочее, ну, и так же с обидами, если тебя обижают, ну, значит, ты где-то, ну, сомневаешься в себе, в чем-то, вот, значит, нужно понимать. Ну, что говорят же, человека нельзя, невозможно обидеть, он может только обидеться, да, то есть, он сам решает. Он сам решает, обижаться или нет. Да, можно поблагодарить человека, оскорбили, сказать, слушай, спасибо, ты на самом деле показываешь мне, что у меня там где-то накопилось что-то нехорошее, а ты взял это, скушал вместе со мной нехорошее, спасибо тебе, мне меньше осталось. Ну, думаю. Ну, как вы считаете, вот конфликты, которые происходят в нашей жизни, ну, это тоже опять, да, мы все люди, мы можем иногда, ну, не контролировать свои эмоции, конфликтовать, то есть, тем не менее, в нашей жизни существуют конфликты, вот как, вот кто-то расходится, как море кораблей, и все, и люди больше никогда не встретились, с обидами разошлись, как вообще вот в идеале решать конфликт, если он все-таки произошел? Ну, да, есть такое целое направление, психология называется конфликтология, то есть, это наука о том, как разрешать конфликтные ситуации, вот, и, конечно, есть, да, две стороны в конфликте, и как раз, если вот встречаются два вот этих ложных эго, да, или две гордыни, два эгоизма, конфликт будет обязательно, он просто неизбежен, конфликт, поэтому, ну, всегда нужно, как, ну, есть, как такое, как сказать, ступеньки, да, определенные, вот, взаимодействия в конфликте, то есть, можно, когда мы начинаем отрицать вообще сразу человека, его слова, его там мнение, как другой человек обычно реагирует, он же хочет, чтобы его тоже поняли, да, приняли, он начинает доказывать, и может быть конфликт, да, поэтому, да, нужно начинать, как бы общаться, нужно начинать с позиции, по крайней мере, принятия, то есть, да, я принимаю тебя, вот таким, какой ты есть, да, я принимаю там твою точку зрения, но у меня при этом есть своя, вот, и на самом деле, давай подумай, как мы можем эти точки зрения объединить, вот, соединить вместе, а если вообще начинать с позиции благодарности, а еще, а еще круче, это с позиции безусловной любви, то конфликт вообще исчезает, для него не остается места. Ой, нам до вас, Валерий Владимирович, еще далеко, конечно, у нас, когда два эго встречаются, нам просто главное, спокойненько разойтись, а потом уже, можно как-то натренировать благодарность, там, и потом... Надо благодарить, надо благодарить, это на самом деле, такое лекарство, очень-очень серьезное, очень сильное, чувство искренней, такой душевной, сердечной благодарности, то есть, когда ты просто благодаришь, так хорошо, что у меня вообще есть, вот, а то, что ты сейчас вот там кричишь, ругаешься и прочее, ну, значит, тебе, тебе плохо, наверное, вот, если я там как-то к этому причастен, прости меня, пожалуйста, вот, так и спросите, сможешь меня простить, если я там вызвал от твоих этих чувств, вот такие нехорошие, давай подумаем, как по-другому можем общаться, и все, то есть, когда мы так, ну, будем видеть, вот, в такой ситуации, как бы, возможность для своего развития, да, роста, совершенствования, конфликты постепенно вообще из жизни уйдут. Валерий Владимирович, давайте ответим на вопросы наших подписчиков, нас смотрит почти 1700 человек, здесь у меня вопросы, сейчас я их вам прочту, так, 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 сейчас давайте я лучше вот отключу комментарии, да, вот я включу комментарии, и, друзья мои, вы сможете напрямую задать вопросы Валерию Владимировичу. Кстати, когда вы приезжаете в Казахстан? Так, был в октябре прошлого года, в Алматы, ну, есть идея приехать, ну, или осенью, или уже весной следующего года, ну, посмотрим, как там, что нам, ну, я думаю, что осенью, уже более-менее ситуация выровняется, да, и, да, я с удовольствием пойду к вам на тренинг, спрашивают, закон бумеранга существует? Ну, да, конечно, конечно, на самом деле, очень важно понять, что мы, есть единое целое, вот, с окружающим миром, вот, единое целое, и, соответственно, ну, то, что мы отдаем в этот мир, то мы и получаем. Про род, если я замужем, я представляю род своего супруга, или своего отца? И тот, и другой. Ну, что если уже... Два рода, да, получается? Ну, род-то, свой род отца, он же никуда не делся, он же остается. Да, да. Просто женщина, она входит, входит в род мужчины, вот, и она продолжает род мужа, продолжает, и становится неотъемлемой частью его рода. Так, благодаря тебе за эфир. Как понять свое призвание и предназначение, вот, помимо медитации? Ну, вообще, просто, как, начинать что-то делать бескорыстно. Постепенно, ну, есть такой настрой, что все, что ты делаешь, ты говоришь так, что я это делаю на благо всего мира. И стремиться, чтобы так именно и было, чтобы ты делал на благо всего мира. и постепенно, да, постепенно, как бы, откроется именно понимание, сознание своего предназначения. То есть, научиться делать бесплатно, да, вот, просто бескорыстно, и тогда ты придешь к своему предназначению, да? От души. От души. Но, дело в том, что это не, как бы не отрицает, что ты можешь получить какие-то, ну, допустим, какое-то материальное вознаграждение, но это не стоит на первом месте. Вот скажите, пожалуйста, как выйти из отношений зависимых? То расходимся, то встречаемся, то снова расходимся. Ну, здесь нужно, опять же, понять, для чего, для чего мне эти отношения, да, какие уроки. Это значит, говорит о том, что не пройдены какие-то уроки. Вот эти уроки нужно пройти. И они снова возвращаются, да, получается, в это состояние? Конечно, конечно. То есть, если мы не прошли эти уроки, то они снова приходят, приходят в нашу жизнь. Если я не помню, по какой причине появилась болезнь, как быть? Ну, надо вспоминать. Надо вспоминать. То есть, ну, обязательно придет, то есть, когда человек концентрирует свое внимание на этом, приходит понимание, сознание. Спрашивает, как чистить мысли перед медитацией, как их обнулять, чтобы они не лезли в голову при медитации? Ну, есть хорошие практики дыхания, то есть, когда ты дышишь, они, в принципе, обнуляются. Поэтому, можно подышать. Ну, просто очень много, я сейчас не буду показывать разные практики. Но у вас, вот, я знаю, есть онлайн-школа, друзья мои, вы можете подписаться на Валерия Владимировича, и просто пройти, да, то есть, там же в онлайн-школе есть, наверное, курсы, там курсы дыхания, есть такое, по отдельности? Ну, это мы проходим все вот на этом, в этом проекте «Здравые люди». Все, просто присоединиться к этому проекту «Здравые люди» и научиться… просто заниматься, там, получается, в течение года идут занятия, каждый день, там, одним только пранаямом, там, мы даем около 60 пранаям, плюс несколько вариантов медитации, разные практики, физические, энергетические, такие очень хорошие, причем они такие, ну, в принципе, даже для неподготовленного человека можно их, можно выполнять. Да, я вспомнила, мы ездили на Шри-Ланку 10 лет назад, и мы с моей мамой попали в какую-то, я не знаю, что это было, спа, или, ну, даже не спа, это больше было, что-то индийское, и где, вот, как это называется, когда ты лежишь, и тебе вот масло капает на лоб. Это Ширадара называется. Ширадара, это классно чистит мозг. Да, Ширадара. Ширадара, это такая очень, ну, практика очень хорошая. Да. Смол. Да. Да. Как справиться со страхом смерти? Кстати, хороший вопрос. Это самый сильный страх. Вот, самый сильный. И, ну, как, нужно просто понимать, что, просто принять, вообще нужно смерть воспринимать как своего учителя. Угу. Вот. И понимать, что, ну, как, что, ну, неизбежно, неизбежно, нам придется оставить тело. Угу. Рано или поздно. Но все равно это придется сделать. Как, поэтому, ну, смысл за него цепляться. Угу. То есть, нужно просто понять, что, как бы, перевести внимание, подняться выше, да, в своем восприятии, что ты, что ты есть божественная душа. бессмертная. И вот, как человек, он же меняет одежду, например, старая одежда износилась, он пошел в магазин, купил новую, да? Да. Уже по поводу старой одежды не переживает. Вот. Он, наоборот, думает, вот, хорошо, обновочку купил, три дня ходит радостной. Вот. Потом уже привык, уже радости такой нет, особенно. Вот. Но тем не менее. То есть, принять это как, то есть, это же жизнь, да? То есть, ты пришел в этот мир, там, прожил, сколько тебе отведено, и ушел, да? Оставил после себя потомство. Особенность, особенность вот жизни вот в этом материальном мире. Вот. Для этого, поэтому человек, мы должны все время, как бы, помнить, понимать, что он, есть вот эта божественная искорка, которая, божественная душа, которая живет в этом мире для определенной миссии. Вот. Для определенного предназначения. И вот его нужно, это предназначение нужно стремиться исполнить. А материальное все, это как бы в помощь. Вот. Не цель, а просто средство. Средство, да. Как быть старым девом? Очень хороший вопрос. Да. Что делать? Не хочется жить столько с кошкой, хочется замуж выйти, детей родить. Ну, если хочется замуж, то нужно, ну, скажем, готовить себя к замужеству, так? То есть, нужно, ну, какие-то блоки, которые есть внутренние, подсознательные, связанные вот с замужеством, с противоположным полом, вот эти блоки нужно, ну, как, трансформировать, да, внутри. То есть, нужно быть, ну, вообще нужно быть готовым к тому, чтобы, как бы, служить, да, служить друг другу. Вот. Опять же, ценить себя, уважать. Вот. Но при этом и так же быть готовым принять другого человека. Вот. И вместе с ним, если создавать семью, то нужно понимать вообще, для чего я создаю семью. для совместного... А как понять, что это мой человек? например, там, допустим, встретить человека, вот я, например, свободный человек, да, вот как мне понять? Вот у меня проблема, во-первых, я всех знаю, ну, из Казахстана, а во-вторых, я вот, когда вижу человека, я сразу понимаю, что, ну, как бы, ну, я думаю, что, ну, что через год, наверное, у нас все закончится, потому что я вот это точно не выдержу, да? То есть, как понять, что мой это человек или не мой? Ну, если, если что-то не нравится в человеке, это еще не значит, что он не твой. Это значит, что он тебе, как в зеркале, да, значит, что он тебе, как в зеркале, показывает, что, что тебе нужно в себе изменить. Когда ты начинаешь менять себя, вот если это не твой человек, тогда он сам уйдет из своей жизни. Если это твой человек, он тоже начнет меняться вместе с тобой. Проблема, Я в себе что-то, что-то в себе изменил, да, или изменила, и этот человек тоже меняется, значит, это мой человек. Ну, тяжело вообще встретить своих людей после 30. Так, пишут, спасибо за эфир, я с помощью подсознания написала медитацию на повышение энергетики и иммунитета, и год она дала мне отличные результаты. Сейчас самое время не распространить, могу я вам ее переслать. Не знаю, что тут. В общем, друзья, пишут, да, благодарю вас, Валерий, за вашу книгу «Возлюби болезнь свою». Она мне очень помогла, когда я очень сильно болела, пишет. Катера Дорски. Да, благодарю. Да. Девушка, чем может, так, это неинтересно, как сохранить молодость, пишет. Понятно, хочется сохранить молодость. Почему? Потому что, опять же, не хочется умирать. Но если мы выйдем за пределы, за пределы своего земного существования и поймем, что нас там ждет тоже не менее интересный мир, то мы как бы будем спокойно воспринимать в течение времени свои изменения и понимать, что всему свое время. Время учиться, время выходить замуж, жениться, время детей рожать, время внуков воспитывать, опыт свой передавать. То есть, радоваться каждому своему периоду жизни, да? Конечно, конечно. Принимать и радоваться, здесь, сейчас. Да. Ну, всегда, кстати, очень странно смотреть на женщин, которые уже в таком бабушкином возрасте, которые продолжают тусить, носить короткие юбки. То есть, ты хочешь сказать, вы же уже бабушка, сидите дома. Пишет, таким спокойствием и умиротворением. Хочется потусить, пусть потусят. Да. Пишет, таким спокойствием и умиротворением веет от вас. Благодарим. Скажите, пожалуйста, насчет кармы. Мне сказали, что я отрабатываю карму предков. Правда ли это? Ну, в принципе, как у нас, наша собственная карма, она так или иначе, она связана с родовыми программами. с кармой наших предков. То есть, связь есть обязательно. То есть, мы приходим, именно душа приходит в тот род, когда есть вот этот внутренний резонанс, да, между моей личной кармой и кармой моего рода. Вот. Или родовыми программами. Поэтому нужно просто, ну, как смотреть в роду, с кем из предков вот есть вот этот резонанс, выявлять эти программы в себе и в себе трансформировать. Эти программы. Вот хороший вопрос. Котая книга? «Исцеление рода». Вот книжка «Исцеление рода». Там в этой книге есть прям методики, как это делать. А где можно приобрести ваши книги? Да я думаю, что в Казахстане в книжных магазинах они должны быть. Вот. Если нет, то у нас на сайте можно. А у вас на сайте где-нибудь можно онлайн заказать? Да, у нас на сайте можно. У вас на сайте можно, да? У вас на сайте. Все хорошо. Давайте последний вопрос. Можно ли прощать предателя и дружить с человеком, который тебя предал? Ну, прощать нужно обязательно. Вот. Насчет дружить, ну, скорее всего, Не обязательно. Ну, скорее всего, вряд ли ты уже проникнешься к этому человеку дружескими чувствами. Вот. Но, по крайней мере, ты сможешь понять, для чего, для чего вообще возникла эта ситуация. Вот. Когда ты осознаешь, ну, какую пользу этот человек тебе принес своим предательством, именно своим предательством, к чему он тебя подвиг, да, какие уроки жизни ты прошел, тогда ты действительно сможешь его простить, да, сможешь его поблагодарить, пожелать ему счастья, ну, и, в принципе, и больше, и больше не кормить его своей энергией, да? Да, он идет своим путем, ты идешь своим путем. Валерий Владимирович, спасибо вам большое за очень крутой эфир, я очень рада, что я познакомилась с вами в онлайне, спасибо вам за то, что вы такой открытый человек, согласились выйти со мной в прямой эфир, я очень вам благодарна, так же, как и почти две тысячи казахстанцев, я думаю, гораздо больше людей сейчас смотрели наш прямой эфир. Друзья, давайте подпишемся на Валерия Синельникова, книги можно будет приобрести, на каком сайте, где можно приобрести ваши книги? Ну, наш официальный сайт vdefis.sinelnikov.com vdefis.sinelnikov.com, да? Все, мы сейчас все проходим по сайту, покупаем книгу, истыли, возлюби свою болезнь, в общем, истыли свой род, спасибо вам большое, ждем вас в Казахстане, осенью, вы сказали? Ну, звезды станут, значит, осенью приедем. Я очень надеюсь, что этот коронавирус уйдет из нашей жизни, и уже хочется увидеть хороших людей у нас в Казахстане. Благодарю вас. Спасибо большое, спасибо, Валерий Владимирович. Здоровья, любви, всех благ. Спасибо большое, с нами сегодня был Валерий Синельников. Браво, спасибо, и до свидания. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю.